Глава региона Игорь Кошин встретился с президентом регионального общественного движения Ассоциации ненецкого народа ЕСВ Юрием Хатанзейским. Предметом обсуждений стали вопросы, которые необходимо решить для комфортного проживания коренных народов в Ненецком округе. В частности, подготовка кадров для оленеводства и развития ненецкой борьбы. Сотрудничество в новом формате, ежеквартальные встречи и прямой диалог. Такое общение администрации ненецкого округа с Ассоциацией ненецкого народа ЕСВ позволит эффективнее решать проблемные вопросы. А их сегодня немало. Один из самых острых – обеспечение безопасности перехода домашних оленей по маршруту Нейсмезень. Жители Архангельской области ведут охоту на домашних оленей, нанося материальный ущерб частным колхозам. На встрече с Советом старейшин и активом Ассоциации ЕСВ Игорь Кошин рассказал, к делу подключился министр внутренних дел Архангельской области. Вопрос находится под контролем. С успехом решен вопрос доставки детей к одному из скачующих родителей в тундру. Это удалось сделать. Все равно какие-то накладки есть, но в ручном режиме в этом году все желающие у нас доставлены. Осенью, в конце лета всех желающих будем собирать обратно. Но самое важное, что на самом деле поправки включены и сегодня официально к одному из родителей без каких-либо вопросов возим. В начале июня между администрацией Ненецкого округа и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России подписано соглашение о сотрудничестве. Игорь Кошин и Григорий Литков договорились о взаимодействии в сфере социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов. Один из первых результатов сотрудничества – запуск совместного образовательного проекта по подготовке специалистов для ленивоческой отрасли. Мы сейчас в каждом учебном нашем заведении, СПО, мы их форматируем, вводим дополнительные группы. И вот, чтобы они были дополнительные, не совсем платные, 20 на 80. 20 платит студент, 80 – округ. И на встрече родилось о том, что у ЕСТОВЕ будет возможность заключать договор со студентом, за него оплачивать эти 20%. И уже здесь вы будете спрашивать, как, собственно говоря, он учится. Национальные кадры для Ненецкого округа готовятся и сегодня. Алексей Хатанзейский – ныне студент Университета физкультуры имени Лесговта. В будущем – тренер по ненецкой борьбе. Его дед был чемпионом Архангельской области в этом виде спорта. Алексей – кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Личное увлечение и традиции своего народа он надеется воплотить в новой секции. Мы решили создать, возродить ненецкую национальную борьбу, так как у нас, если посмотреть на общину Ямто, у них всё ещё проводятся соревнования. Праздник 2 августа у них проводятся соревнования. Только у них уже правила эти поменяты, то есть у них более склонны к вольной борьбе. В ближайшее время Алексей вместе с напарником планируют провести любительские соревнования в Харуте и Усть-Каре. Вопрос об открытии официальной секции с необходимым финансированием сегодня в разработке. Договорились, что будем трудоустраивать Алексея на базе Ямтоской школы-интерната, и там, соответственно, будут секции. И там, соответственно, будут площади предоставлены, и там он будет у нас работать. Субсидирование семейно-родовых общин, оформление прав на земельные участки, сохранение ненецкого языка – эти и другие вопросы предстоит решить ассоциацией в сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа. Ускорить процесс поможет соглашение о взаимодействии, которое в настоящее время находится в разработке.